Привет, народ! Сегодня те же условия, что на Соньке, только на GoPro. На GoPro в 5К, 50 кадров, борт, ветер, внешний микрофон роут, беспроводной, вот он у меня здесь, спрятан внутри, выведена петличка. В общем, потестим, покатаемся. Набережная замерзшая, все так же, лед остается, лед реально по нему, вот ходить сейчас тяжело, кататься нормально. Шипы у меня подстачиваются, я вот здесь даже, когда поворачивал, меня немножко подзанесло. Сегодня вообще 0 градусов, все тает, все уже начинает потихонечку очищаться. Асфальт по городу, везде асфальт, не знаю, пока жалко мне начинать кататься по асфальту, потому что шипы тогда, я думаю, довольно быстро уйдут. Поэтому пока вот осваиваю такие места, где есть лед, река тоже идет вовсю. Ну и GoPro 5К, 5,3К, ну будем называть 5К проще, 50 кадров, посмотрим, мне самому интересно. Сегодня единственная пасмурная погода, сегодня ветер, сегодня темновато, освещение не очень хорошее, стабилизация у меня стандартная стоит. Что, я резкость поставил высокую, хочу посмотреть, как будет. Битрейт тоже высокий, ISO в диапазоне 100-800 стоит, все остальное, в принципе, на автомате. Ну и самое главное, как звук будет с внешним микрофоном, с петличкой. Единственное, у меня защита поролонная, то есть ветер, надеюсь, справится. И на Соньку, да, я отвык, тогда показывал подвеску, как регулируется, вот она. А камера у меня была вот так расположена. Короче, начал отвыкать, все-таки с двумя экранчиками, конечно, это хорошо. Но когда привыкаешь, тогда как бы норм. Ладно, что, тестим, 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 погнали. Ну и сразу протестировать, как тест звука на ходу на петличный микрофон с поролонной защитой. Также ветерок сегодня, но, наверное, поменьше. На Соньке я, когда катался, был вообще капец. Ветер там до штормового было. И 30 метров в секунду, это много. Сегодня такой ветер сильный, но умеренный. Все-таки, я думаю, с микрофоном должно быть лучше. И плюс на GoPro, правда, когда разворачиваю. Да, я вижу с медиамодом, что работает микрофон. То есть полоска микрофона здесь есть. На самом микрофончике видно и на камере. Это, конечно, огромный плюс. Ну и плюс цифровая стабилизация днем у GoPro, конечно, 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 радует. Вот, но единственное, это более такая громоздкая конструкция. В принципе, большого дискомфорта не вызывает. Если вот микрофон вот так убрал с петличкой. Говорю, сам на балдашнику роуду, вот этот большой, мне не очень удобно использовать. Та же ветрозащита на него не так надежно крепится, если на ходу, если просто стоять, то как бы нормально. Но если в активном режиме, она улетит нафиг. Поэтому с петличным микрофоном удобно. Петличный микрофон у меня тоже роуд решил взять. Думал, дорого за 5000 рублей. Сегодня, наверное, он 1015 у нас будет стоить. Цены, конечно, все поднялись. Но ничего, адаптируемся, перестроимся. Что вам делать? Больше зарабатывать надо. А это у нас, кстати, строят большой мост новый в Новосибирске. Справа на левый берег. Он прям реально такой будет. Там развязка огромная будет наверху. То есть вот он мост, а он за домом, там наверху растет вверх эти балки развязки. Или как, не знаю, как там правильно построить, что это называется. Стройка прям идет, идет, кипит, не останавливается. Прокатим сейчас по верху. Да, единственное, борт, конечно, тяжелый. Борда вес 20 килограмм. Соответственно, он такой больше для покатушек. То есть с ним именно так мобильно таскаться достаточно непросто. Там затащить его на лестницу, какие-то простые такие манипуляции, это действительно несложно. Ну вот, о, тропиночки, можно по лесу еще катануться. Ну вот куда-то прям тащить с собой, в метро с ним таскаться, я думаю, это будет сложностью. У меня такой необходимости нет. Но, думаю, будет сложновато. Есть как бы варианты полегче, попроще. Но и, соответственно, и запас хода у них поменьше. Здесь все-таки большие внедорожные колеса, здесь большой запас хода, большая мощность. Ну вот, затащить вот на такую лестницу вообще проблем нет. Так, единственное, как мне это сделать. Вот так. Катаюсь один, ни у кого у меня знакомых таких вещей нету. Если летом еще народ там на самокатах на чем-то катается, то зимой... Зимой, зимой все что, на сноубордах и на горных лыжах только. Но вот эта вот альтернатива получает сноуборду только по городу. Только не надо стоять на подъемник. И меня это, в принципе, радует. Поэтому зимой вот один катаюсь. У пульта получается три режима. То есть зеленый, это в основном, я вот летом на нем катаюсь, где-то до 30, там, 4, по-моему, километров в час. Красный самый мощный, это максимальная скорость, максимальная тяга. На нем я даже зимой не катаюсь. Ну вот, желтый режим оптимален для зимы. Летом на нем он тоже довольно быстрый. Зимой, как бы, немножко потяжелее борду. Поэтому второй режим такой оптимальный. Но тоже обычно не больше 30 километров в час стараюсь. Больше не надо, это реально перебор как бы будет. Ну, желтый и красный режим можно использовать летом, когда какая-нибудь прям большая горка. Я тестировал его на разных горках. Были прям, ну, вообще нереально крутые горки, на которые ничего, наверное, не заедет. Заезжает, пусть не быстро, но заезжает. То есть сложности ни с одной горкой пока не возникло. И вот регулируемая подвеска, очень классная вещь. Сейчас я вот много по прямой зимой. Здесь очень такие, видите, кочки. То есть перепады. Там, не знаю, вот везде они вот такие. До там 5 сантиметров. Все как бы так замерзло. Поэтому максимально жесткую подвеску. Меньше как бы он рулится, но более устойчиво стоит. Можно ее как бы ослаблять, когда, допустим, по городу нужна большая маневренность. Тогда это очень, очень хорошо помогает. Ну, сейчас все подрастает. Поменяю колеса, тогда уже можно по городу. Не исключаю, что и на шипах начну по городу. Влагозащита тут как бы есть. Но все равно потом, после катания, это все лучше почистить. Но вот обычные аккумуляторы, все-таки на холоде у GoPro садятся быстрее. У меня уже половина аккумулятора, второй запасной взял с собой. Надо было, похоже, больше аккумуляторов брать. Не знаю. Но эндуроаккумуляторов, к сожалению, пока в продаже у нас нет. Поэтому пользуюсь обычными. Ну, сейчас уже теплее будет. Потом же за остальное время найдем. Ну и да, раз сегодня GoPro, вопрос по GoPro. Вот у меня девятка. Ну вот все, ребят, GoPro замерзла. Блин, а я с собой даже другие камеры-то специально не стал брать, чтобы соблазна не было. Замерзла. Так, ну что, попробую ее сейчас. Аккумулятор попробовать поменять, что ли. Так, не стал пока менять аккумулятор. В общем, убрал камеру. Отогрел немножко под комбезом. Включилась, показывает 52%. То есть, заряд у нее есть. Просто, в общем, если долго кататься, камера у меня постоянно снаружи. И она вдувает. В общем, GoPro работать отказывается. Греется у меня под комбезом. 10 секунд, и все вырубается. Говорит, холодно, капец, не могу. Поэтому пусть греется. Катаюсь пока на кручевые километры. Попозже что-нибудь еще на небо снимаю. Я думаю, еще 10 секунд есть. GoPro отказывается работать в мороз. Чуть-чуть погреется, включаю. 10 секунд, она примерно вырубается. Ну, по-разному. 7, 8. Сколько сейчас продержится? Прям долго ее держал. Ну что, ребят, сильно большого теста не получилось. GoPro мерзнет. Пытался греть, включать. 10 секунд. Здесь все, что-то все-таки нужен аккумулятор эндуро. Чтобы холодную погоду снимать. Поэтому, ну и другую камеру, говорю, с собой не брал. Специально не брал, чтобы не было соблазна на другую поснимать. Вот сегодня хотел прям плотно GoPro потестить. Ну, ничего, зато покатался. Ладно, нормально. Это же тест, это тоже показатель. Хотя было у меня, что я и катался. Ну, хотя, что, первые минут 30 она у меня выдержала. Минут 30 я с ней катался. То есть, она у меня была в руках. Я ее никуда не убирал. Не постоянно включу, поснимаю. Потом проедусь. Там перебивочек всяких долгих много было. Ну, и все, и потом закапризничала. Вот сейчас я ее, если включаю, допустим, что она чуть-чуть отогрелась, она показывает. На айфон, этот, 13 пишу, на встроенный микрофон, поэтому звук такой. Вот, включаю. 49 процентов. Все работает. Ну-ка, переключусь. Так, ну вот, переключился на GoPro. Все, в машине чуть-чуть отогрелась. Не, все-таки даже в машине она не отогрелась. Все, вырубилась. Бесполезно. Ладно, вот такой короткий тест. Всем удачи. Пишите, что еще потестить. Ну, тут у меня есть прям. Хочется что-то мне по городу погонять. Буду, наверное, шипы точить. Но, опять же, либо GoPro, либо Sony с внешним микрофоном. Все остальное, если DJI, только на встроенный. А там звук все-таки так себе. Ну, что, какая разница? Все тестить, наверное, надо. Ну, в общем, такой вот короткий тест. 5K GoPro 10 в холодное время. К сожалению, долго не выдержала. Вроде камера чуть-чуть отогрелась, работает. То есть, до этого, да, 7, 8 секунд, наверное, даже не 10. Так вот, 7, 8, 9, 10 работает. Ну вот, то есть, GoPro снимает, конечно, классно, хорошо, красиво. Стаб днем прекрасный. Но в холодную погоду именно надежно на нее рассчитывать, конечно, сложно. То есть, если вы все-таки зимой на GoPro снимаете, то нужно иметь какую-то резервную камеру обязательно. Ну и сегодня еще раз скажу. Была такая пасмурная погода достаточно. Снежочек такой мелкий шел. При этом все у нас так тает. Борт грязный, я грязный достаточно. Но, тем не менее, покататься получилось хорошо. К сожалению, не так много снял. Хотелось много тестов сделать. Там специально взял этот штативчик с собой, чтобы камеру куда-нибудь поставить, поездить мимо нее. То есть, со стороны как бы поснимать. Ну ладно, ничего, наверстаем. В общем, вот так вот. Всем удачи, пишите вопросы. Что еще потестить, на что обратить внимание. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok